В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В преддверии 8 марта во дворце спорта Видное прошел праздничный концерт. Это праздник, который наполняет смыслом каждую семью. В историко-культурном центре прошла конференция Ленинской организации профсоюзов. Мы за 23 год получили непочетные грамоты. В сквере юность открыли фотовыставку, посвященную работникам Бутовского производственного объединения «Металисты». Это наша жизнь, это наша молодость. В историко-культурном центре прошла конференция Ленинской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. В ней приняли участие более 20 представителей трудовых коллективов городского округа. Главная цель мероприятия – подведение итогов работы в прошлом году и построение планов на год нынешний. Выступая на конференции, участники отметили, что первичные профсоюзные организации провели большую работу в области охраны труда, занятости и защиты прав работников. Эти усилия по достоинству оценили и на региональном уровне. Мы получили две подсчетные грамоты Ленинки-Райкова, это работа всего коллектива, естественно, всего профсоюзного актива, за социальное партнерство. И по второй вопрос у нас по охране труда, экологии и здоровья. Вот по этим двум направлениям мы за 23-й год получили две подсчетные грамоты. Профсоюзным движением охвачено более 90% работников госучреждений и общественного обслуживания. Одним из значимых достижений прошлого года стало повышение зарплаты в учреждениях культуры. В этом году планируется продолжить работу в этом направлении. Большая работа проводится и в сборе помощи для участников СВО. Сегодня, в непростые времена, именно профсоюзные наши организации являются флагманом вот этой помощи за ленточку. Принимают обращения наших граждан, которые приезжают, бойцов наших солдат. И наши команды профессиональные, вот те самые профсоюзы, откликаются на эти просьбы активно, дружно, вместе. Также участники конференции назначили сроки следующей встречи, на которой пройдут выборы руководства окружной профсоюзной организации работников госучреждений и общественного обслуживания. Дворец Портовидное наполнился улыбками, а со сцены звучали комплименты для милых дам. В преддверии 8 марта представительниц Прекрасного пола поздравили с Международным женским днем. Атмосферой праздника зарядилась Инга Инчук. В зале собрались сотрудники общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, председатели общественных организаций Ленинского городского округа. Все это представительницы Прекрасного пола, которые пришли на концерт в их честь. Это наш праздник, праздник женщин, праздник весны. Сегодня будет прекрасная программа, которую мы немного знаем. Поэтому думаю, что все сегодня сложится и получится, и будет все просто замечательно. Ожидаем только самых прекрасных эмоций, впечатлений в преддверии такого замечательного праздника, главного праздника весны Международного женского дня. Уверена, что организаторы администрации Ленинского городского округа нам подготовила нечто удивительное. И все женщины выйдут с этого прекрасного мероприятия с приподнятым настроением и будут ждать уже непосредственно даты, чтобы отметить ее со своими близкими, друзьями, знакомыми. Хочется позитива, выступления детских коллективов, выступления взрослых. Может быть, повезет каких-нибудь актеров, артистов увидим. Ну и вообще всех женщин с наступающим праздником. Конечно, я хочу получить эмоции, хочу праздника жизни. И что сказать, хочу, конечно, поздравить всех с 8 марта, женщин, пожелать всем любви. С наступающим Всемирным женским днем поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Дорогие женщины, я сегодня очень рад здесь присутствовать и иметь возможность поздравить с этой сцены вас с наступающим праздником, с 8 марта. Потому что действительно это праздник, который наполняет смыслом каждую семью. Когда за тобой очень теплый и твердый тыл, ты понимаешь, ради чего ты живешь. Программа включила в себя выступления песенных и танцевальных коллективов. Участники театра танца «Гюнеш», школы танца «Тодес Видное» и танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс». Номера артистов были посвящены сильным русским женщинам. Теплые слова поздравления произнес со сцены заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов. Он исполнил свои лучшие песни для милых дам. Если ты дашь, то ничем не изменись, рухнет на землю косою звеня. Я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня. Песни и танцы никого не оставили равнодушными. Что больше всего понравилось? Все понравилось. Настроение, атмосфера. Конечно же, Денис Майданов. Мы, собственно, за этим сюда и пришли. Вообще прекрасное мероприятие. Самое главное, что поздравили женщин, наших дорогих, любимых, прекрасных, с таким замечательным праздником. Самые теплые поздравления выразили женщинам и представители сильного пола, посетившие мероприятие. В преддверии 8 марта хотелось бы пожелать, естественно, женской красоты, улыбок, яркого солнечного света, чтобы все мечты, которые у них есть, они сбывались. Ну и, естественно, женского счастья и благополучия. Я хотел бы пожелать дорогим женщинам здоровья, радости, любви, получать удовольствие от того, чем они занимаются. Ну и, естественно, еще раз здоровья, 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 быть красивыми, молодыми и всегда нас радовать. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Виднет-ТВ. В сквере «Юность» открыли фотовыставку, которая посвящена работникам Бутовского производственного объединения «Металист». Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. На Видновском предприятии «Металист» изготавливали бижутерию, медицинскую технику, металлические кровати, люстры, настольные лампы, новогодние гирлянды. И это еще не весь список. Ассортимент изделий приближался к сотне наименований. В 1990 году число сотрудников на предприятии дошло до полутора тысяч человек. Для того, чтобы рассказать о тех, кто внес свой вклад в историю завода, сотрудники историко-культурного центра организовали фотовыставку в сквере «Юность». На каждой фотографии люди, а люди себя вспоминают, их помнят те, кто здесь живет, могут прийти сюда, познакомить своих детей, своих внуков с теми, кто работал в нашем городе. И вспомнить это предприятие – это самое главное. В течение года снимки собирали бывшие работники завода «Металист», а также сотрудники газеты «Видновские вести». С большой теплотой заводчане вспоминали о своем любимом предприятии, рассказывали, как много и дружно работали, и как весело отдыхали. В коллективе «Металист» работало большое количество женщин, а, как правило, женщины – это были основные ударницы труда, показывали пример в работе, в быту и везде. Татьяна Волошина начала свою трудовую деятельность на предприятии «Металист» в качестве мастера первого цеха. Часть снимков – из ее личного альбома. Фотографии напомнили ей о том, каким был дружным коллектив, как ходили на демонстрации, ездили на картошку. Это наша жизнь, это наша молодость, это великолепные люди, с которыми ты познакомился и ты провел довольно-таки большой отрезок жизни. Это дружба, это любовь, но это все. То есть мы жили этим и с удовольствием, конечно, работали. Выставка «Заводчан-металлиста» будет работать в сквере «Юность» до 24 апреля. Приходите. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Во Дворце культуры состоялся концерт Оркестра русских народных инструментов имени Владимира Глейхмана под романтичным названием «Нота вдохновения». Более 20 композиций, прозвучавших со сцены в исполнении музыкантов, были посвящены наступившей весне и приближающемуся празднику 8 марта. Весна вдохновляла многих талантливых людей. Поэты воспевали ее красоту словами, художники изображали на своих картинах. А передать ее нежное звучание попробовали музыканты Оркестра русских народных инструментов. Мы всегда работаем с нашими инструменталистами, с нашими вокалистами и смотрим на их состояние сегодня, на те праздники, которые рядышком в этот временной промежуток находятся. И подбираем, соответственно, программу. И также стараемся представлять новые сочинения, которые наша публика еще не слышала. Концертная программа впечатляла разнообразием музыкальных жанров и инструментов. Вся палитра русских народных инструментов – это и домрочка, баян, балачка и даже гусля. Виртуозную игру на гуслях показал Тимур Абтикаев, студент Музыкального колледжа Ипполитова Иванова. Совершенно замечательный звук. Как только я услышал этот инструмент, взял его в руки, я сразу понял, что да, это мое. Мне очень сразу понравилось. И причем на первых этапах он достаточно просто в освоении. И поэтому очень быстро вливаешься в сам процесс. А очаровал звуками баяна Рустам Каблахов. Почему я выбрал баян? Все как-то с детства пошло. Все пошло от мамы. Мама играла, правда, на аккордеоне. Но все эти инструменты, они родственные по звукоизвлечению. Но баян выбрал, услышав в школе это звучание. Меня настолько поразил этот звук. И я выбрал этот инструмент. Солист оркестра, заслуженный артист России Владимир Кабанов исполнил три произведения. Песню «Вдоль по Питерской» и романсы на стихи Сергея Есенина и Александра Пушкина. Я вас любим. Любовь еще и может. В душе моей угасла не совсем. Это самая любимая моя сцена. Здесь у меня все начиналось. Первые мои выступления начинали здесь. До сих пор в этом коллективе радуюсь тем, что он есть. Мне приятно, что в этом коллективе я обрел свою семью. Здесь у меня жена на аккордеоне играет. Дочь вот у меня тоже стремится здесь тоже. Предложения свои есть у нее, чтобы что-то тоже творческое сделать. Композиции, прозвучавшие со сцены, покорили сердца зрителей. Слушала, когда репетиция была, аж в пляс хочется сразу выйти от этих песен. Музыки за душу берет и задорные такие красивые. Но наши русские песни, они всегда хороши. Музыкальный вечер в компании оркестра стал прекрасным подарком к весеннему празднику для ценителей искусства. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Турнир по самому элегантному виду спорта художественной гимнастики прошел во Дворце Спорта Видное. Накрыли их успеха. Это и название соревнований, и девиз. Каждая участница стремится выступить так, чтобы не только получить очередную награду в свою копилку, но и выполнить разряд. Юным спортсменкам аплодировала Екатерина Коваленко. Зрители неотрывно следят за происходящим на площадке зала Дворца Спорта Видное. И как только музыка стихает, никто не в силах удержаться от аплодисментов. И так после каждого выступления. Открытое первенство Ленинского округа по художественной гимнастике на крыльях успеха собрало более 500 участниц. Статус турнира позволяет девочкам выполнять первый взрослый разряд. Это очень редкие соревнования на уровне федерации художественной гимнастики Московской области, ассоциаций клубов. На данный момент они очень редко проводятся. И в принципе даже сам муниципалитет имеет право проводить их один раз в год. Спортсменки приехали из столицы, разных уголков Подмосковья и даже других городов страны. Самое большое количество гимнасток представляли видновские клубы. Для 11-летней Дарьи Кардашовой это первые соревнования. И именно здесь она точно решила связать свою судьбу с большим спортом. Я хочу заниматься гимнастикой, давно хотела и решила, что это мое. И начала заниматься. Я люблю гимнастику, потому что это очень ответственно, это красиво и так далее. Спортсменок оценивала судейская коллегия. Внимание обращали на артистизм. Технику исполнения юным звездам гимнастики нужно выполнить обязательный набор элементов. И продемонстрировать волю победе. Я хочу, как у нас планеты. Марии Исуке Асян всего 7 лет. И половину из них девочка занимается гимнастикой. За плечами уже немало побед, а впереди большая цель. У меня были уже 5 раз первые места. По групповому у нас были третьи и вторые места. Там можно стать чемпионом и стать как Вала Крамаренко. И наверняка. Пока маленькая Мария блистает на соревнованиях, за кулисами ее мама. А мама в гимнастике – это настоящий спортивный агент. Подготовка, прическа и купальник для детей и для нам очень важно. Выбираем, сделаем, чтобы все было порядно, все аккуратно, все как надо. Завершился турнир вручением кубков и памятных призов лучшим спортсменкам. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, МИДНОТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин